И самый крутой нищемаркет! Помню впервые зашел светофор и был в шоке от выкладки, как на складе все, странного запаха и низких цен. Но я немного, да нет, нет, много горд за этот бренд. Светофор единственная торговая сеть из Красноярска, разросшаяся до масштаба всей страны. Почти в любой точке России можно найти эти магазины, и по-моему они даже за пределы вышли. Где-то в Европе они магазины, помню, открывали. Вот что я нашел в светофоре. Воздушный риск в шоколаде, акция 1 плюс 1. Деревня сильно изменилась за 40 лет. Магазинов больше, чем жителей, товары на любой вкус, кошелек. Конюшен больше нет! И даже тротуары на центральных улицах, как минимум, это не две брошенные доски. Раньше-то вообще капец было. Ну правда, некоторые ямы на дорогах, я помню, еще с 80-х. И снег как чистили вручную, так и чистим. Ну, только лопаты более современные стали. Ах, ну и погодка сегодня. Там тучи. Так дождь шел! Здесь солнце проглядывает. Ветрище! Ну, а там мама на веранде окна тыни очищает. Ну, вроде все, папа сказал, что третий сорт не брак. Так пойдет, завтра все равно снова чистить. Нет, еще будет. И, возможно, выпадет больше, чем выпало за прошедшую зиму. Но весна близко. Весна-то близко. Именно поэтому некоторые овощи стали терять свою былую форму. Все, что начинает портиться, в переработку. Сегодня папа нашел в подполье вялую морковку. Родители решили ее всю размолоть. Часть в чесночно-морковный салат сразу же, тут же съедим. Ну, а другую часть в заморозку для дальнейшего использования в супах. Мама найдет, куда применить. О, настоящий Карлсон прилетел к малышам. События года, а может и тысячелетия. Он уже улетел, но сегодня его и тут, и там, везде показывают. События так пиарят, что даже мне захотелось посмотреть это интервью. Что же там Путин Карлсону рассказал? Давайте лучше пообедаем. Сегодня у нас борщ с чесноком и салом. С черным хлебом и майонезом. Чеснок, конечно, зверский у вас. Приятного всем аппетита. Как там называется этот стиль видео, когда тупо жрут на камеру? Мукбанг? Нет, мы таким заниматься не будем. Хотя я часто снимаю еду, но с монтажом. Они просто показывают чавкающие довольные лица, как в мукбанге. Так что мукбанг нет. Сибирская деревня 3D. После обеда можно посмотреть какой-нибудь фильм. Сейчас мы смотрим сериал «Ленинград 46». Я немного не доел в обед, поэтому во время просмотра то семечки щелкаю, то конфеты ем. Все. Не больше одной серии в день. После сериала каждый идет заниматься своими делами. Папа чаще всего вышивать и книжки слушать. Обратите внимание, кстати, на стену. Все картины на стенах вышел у папа. Это его хобби. А очки-то какие у него крутые. Он у них похож на какого-то чокнутого профессора. Говорит, что это хобби, его успокаивает. Ну, всяко лучше, чем пялиться в телевизор целыми сутками. Хобби мамы – это приготовление различных блюд. Многие из которых она сама придумывает. Либо берет что-то за основу и все равно сама придумывает. Сегодня начиненный батон. Грибы, картофель, курица, кетчуп. Бывают вот реально кулинарные шедевры у нее. А иногда отвратительная, несъедобная гадость. Но мы стараемся маму не обижать. И слово «гадость» не используем при описании вкуса. Она не только готовит, но еще ведет кулинарную страничку. Поэтому все ее рецепты можно найти в интернете. У нее только блинов. Рецептов 200, наверное. Кажется, только утро было. А сейчас солнце уже зашло за горизонт. Красота какая. В этом году не так много снега. Прям, я бы сказал, мало. Раньше бывало, что в стайке гараж заносило по самую крышу. А сейчас, ну что это такое? 30 сантиметров. Здесь летом стояла теплица. Но недавно был ураган и ее унесло куда-то. В изумрудный город, наверное. Весной будем покупать и ставить новую. Слева от тропинки растут овощи. Ну а справа территория сада и цветника. Ну какой же сегодня классный закат, а красотища. В саду несколько яблонь уже плодоносят, но в основном еще молодые насаждения. Это была папина мечта. Наконец-то он смог ее осуществить под старость лет. Это вишня, если не ошибаюсь. И тропинка в бане. Куда мы сегодня не пойдем. Дом сразу был построен с центральным отоплением, но деревянная печь тоже имеется. Видите, трубы на крыше. Что здесь еще интересно? Ящик для разведения червей. На рыбалку ходить. Ну и в принципе все. Последний взгляд на закат. Классно. Только немножко прохладно. Но ничего, скоро весна. Во всяком случае календарная. Короткого зимнего дня не хватает растения. Поэтому приходится досвечивать фитолампами. Вот такая красота на окне, если смотреть со стороны улицы. По вечерам папа читает, слушает книги. Иногда ищет новые растения для своего сада. И планирует, где что посадить. Сад можно считать еще в зародышном состоянии. Большую часть деревьев посадили всего год назад. Прошлой весной. Думаю, интересно будет на сад лет через 5-10 посмотреть. Так что весной посмотрим, как выглядит в 2024 году. Но потом еще через несколько лет заглянем, сравним. Мама снова готовит. На этот раз запекает в духовке мясо. На завтраке. Мясо уже замаринованное. 12 часов пролежало. Отправляется в печь. Через час готово. Горячим это не едим. Это на завтраке. Только на завтраке. Ой, какая будет вкуснятина. Обожаю это мясо. Лучше и дешевле всякой колбасы. И главное, мы точно знаем, что едим. Ну, еще пускай в горячей печке немножко потомится. Медленно остынет. Так будет еще вкуснее. Ну вот, мясо к завтракам готово. Посмотрите, какая красотища. А пахнет. Чесноком пахнется. Ну, мне нравится запах чеснока. Вкуснотища, наверное. Еще на завтрак мама напекла блины. Ну, вы поняли. Мама любит готовить, а мы любим есть. А это мой ужин. Курица в сырном лаваше. Ммм. Как же вкусно мама готовит. Кроме мяса здесь грибы, зелень. Короче, чего тут только нет. По вкусу что-то типа шаурмы. Ну, во всяком случае, немножко похоже. Правильное питание. Это, конечно, замечательно. Ну, мамина стряпня. Ммм. Как же это вкусно. Варенье, варенье, компот, помидоры, лечо, грибы, вода. Поздно вечером стараюсь не жрать. Так что ограничусь родниковой водой.